Рассказываем, почему религия это опиум для народа. Выражение религии опиум для народа стало известно благодаря Карлу Марксу. Религия это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Но Маркс не сам это придумал, а заимствовал у своего современника, христианского социалиста Чарльза Кингсли. Мы использовали Библию как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное, чтобы поддерживать порядок среди бедных. А до Маркса религию с опиумом уже сравнивали неоднократно. Например, философ Жан-Жак Руссо. Набожность есть опиум для души. Она бодрит, оживляет и поддерживает, когда принимается помалу. А слишком сильных дозах усыпляет или приводит к безумию, или убивает. Или Маркиз де Сад. Вы кормите народ опиумом, чтобы одурманенный он не чувствовал своих бед, виновником которых являетесь вы сами. Или вот еще немецкий поэт Навалис. Ваша так называемая религия действует как опия. Она завлекает и приглушает боли, вместо того, чтобы предать силы. И наша любимая, благодаря антисоветской пропаганде 90-х и нулевых, Владимир Ильич Ленин. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирение и терпение в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительность в земной жизни, продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия вне степи в народа. Любую историческую литературу надо понимать в историческом контексте. Когда писались упомянутые мысли, религия являлась одним из инструментов государственной власти. И критика религии была именно в контексте использования религии для эксплуатации человек человеком. А опиум ассоциировался не только с наркотиком, но и с лекарством. В те времена опиум активно использовался в медицине. Современное общество отличается тем, что опиум это наркотики только наркотик, а религия реальной власти не имеет. Религиозные обряды и проповеди духовенства могут кого-то раздражать и злить, но церковь больше не крупнейший феодал и не инструмент власти, а что-то вроде поощряемой властью культуры. Своеобразный заповедник средневековой жизни. Религия, как мировоззрение, основанное на вере всех естественное, отделена от политики религиозных организаций. Современный человек может совершенно свободно изучать любую религию и в свободное время посещать любую религиозную тусовку. И никто не будет ему в этом мешать. Разумеется, до тех пор, пока человек своей религиозностью не начнет сам мешать жить другим людям. Это во времена Карла Маркса религия была опиумом. Сейчас это хобби, отдых. Религиозная организация Клуб по интересам. Клуб любителей Библии Иисуса Христа. Любителей Библии Иисуса Христа это у протестантов. У РПЦ это клуб любителей старинных национальных обрядов и суеверий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова